отлично отлично ждем вас жду вас присоединяйтесь соединяйтесь и будем знакомиться с вами обязательно сразу расскажите пожалуйста как слышно как видно да нажмите там конь сердечко и сегодня будем начинать крутую тему я представлюсь меня зовут ермилова татьяна я основатель директор школы ермилова бьюти более подробно вы можете со мной познакомиться на моей странице там вся моя душа там все мое творчество там все чем я живу поэтому не будем сейчас на это тратить время сегодня одна из моих любимых тем это color make up цветной макияж это то чем я живу потому что цвет во мне и я не могу без цвета жить я всегда говорю мир цветной и значит цвет нам подходит потому что мы тоже часть этой вселенной и мы тоже цветные поэтому главное это психологически его правильно поставить и чтобы он был правильно нацелен то есть относительно того куда вы идете то есть относительно поставленной задачи всегда говорю но цвет нам идет и сегодня я покажу вам более такой коммерческий да такой носибельный но с применением цвета я очень люблю играть с текстурами с пигментами поэтому я сегодня покажу вам наслоение различных текстур мы будем работать с кремовыми продуктами от бренда make up secret очень люблю этот бренд очень много продуктов использую с этой марки ну давайте знакомиться вместе давайте вместе с вами творить красоту поехали если есть вопросы обязательно пишите мне я обожаю когда со мной идет обратная связь отвечу на любые интересующие вопросы так что не стесняемся и погнали здравствуйте будет ли запись конечно запись сохраним главное чтобы инстаграм нам ничего не порушил сейчас видите какое время инстаграм может творить все что угодно будем надеяться что все будет хорошо так ну что поехали волосы назад убираем и поехали сразу скажу что я в этой сфере уже более 14 лет я очень люблю вообще косметику я косметический маньяк я разбираю различные марки я очень люблю всю косметику ну и поехали с чего мы начинаем конечно же мы начинаем с нанесение нет знаете как я всегда говорю ученикам с чего начинается макияж с улыбки это главное это касаемо визажиста дальше что мы поехали я уже предварительно кожу подготовила я ее очистила а теперь наносим базу так как мое лицо очень сухое очень чувствительно и еще ну скажем так есть некоторые возрастные моменты то мою кожу нужно очень хорошо пропитать очень хорошо увлажнить поэтому я сейчас буду использовать перед тональным средством две базы я буду использовать вот такую базу h2o отлично а потом буду наносить базу лифтинг очень люблю этот прием очень рекомендую для тех у кого сухая кожа или были знаете такие моменты когда вы наносите тональный крем а у вас вдруг ой лицо стягивается или ой как-то вот пудра вот на лице образуется значит у вас не до увлажнено лицо не до подготовлены поехали как и рекомендую я наношу на руку и все это я рекомендую любые сыворотки наносить руками естественно ручки мы продезинфицировали сумму почистили помыли наносим почему руками потому что таким образом продукт хорошо хорошо внедряется в кожу потому что вам не нужно создать пленку на поверхности лица вам продукты нужно внедрить в кожу чтобы они лежали внутри чтобы как будто бы вторая кожа образовалась понимаете поэтому я своим студентам говорю обязательно нужно вот по возможности хорошо хорошо внедряем таким образом мы делаем лифтинг массаж легкий мы пробуждаем кожу проливается кровь обязательно мы делаем отток это показываю на занятиях и тогда все косметические продукты гораздо лучше ложатся гораздо лучше поверьте так хорошо хорошо под глазками часто и такой вопрос который мне задают ой подскажите зупер там классный какой-нибудь корректор консилер который не будет подчеркивать шелушение так вот самая главная причина да то есть если они есть от них нужно избавиться а не искать тональный крем или корректор консилер поэтому обязательно кожу под глазками хорошо хорошо увлажняем понимаете да прям вот хорошо хорошо с массажиком правильно по массажным линиям мы это все делаем если вопросы пожалуйста пишите так отлично с этой вазы справились понимаете делаем ручками все 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 хорошо внедряем иначе не сработает это я могу гарантировать дальше лифтинг база это значит если там какие-то вопросы вопросов а сердечки сердечек нет как-то а ну-ка давайте оживимся и будем вместе радоваться хорошее настроение свежий воздух повышает иммунитет пошли спасибо ура так погнали дальше понимаете да то есть прям хорошо хорошо опять же я больше уделяю внимание центральной части лица потому что но есть некие моменте ки возрастные чтобы они у нас не подчеркивались я прям хорошо массирую здесь есть такой масло содержащий продукт в лифтинг базе поэтому на хорошо хорошо питает увлажняет поэтому чтобы потом тональные средства легло ровно гладко не скатывалась все продукты нужно хорошо хорошо внедрять и по вашему мнению кисти лучше для тонна синтетика или натуральный ворс синтетика синтетика сейчас я объясню как бы знаете как для меня все все инструменты хороши выбирая на вкус главное всегда говорю студенту ты должна четко понимать что ты берешь с какой поверхностью ты будешь работать и какой результат ты хочешь получить да поэтому если мы говорим с вами о поверхностях более гладких таких все накачанных или там в общем беспроблемных скажем так то можно использовать в принципе и натуральный ворс но опять же да чаще всего натуральный ворс это может быть коза но вы должны понимать что сейчас бренды делают смешанные ворсы то есть коза синтетикой что в принципе это правильно я считаю то есть не полностью натуральный ворс а именно смешанный чтобы лучше держать есть форму чтобы лучше распределялась не так хватало продукт кисть да 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 я крашусь так смотрите что я еще честно расскажу дальше по кистям потому что тон я буду наносить не руками кисточкой а я буду использовать вот такой продукт это сияющий продукт строп крем обалденнейший вообще продукт регион балл очень люблю также смотрите на нашу на ручку почему руки я даже с клиентом я даже с клиентом работаю здесь руками потому что любые масло содержащие продукты они разогреваться должны и через разогрев через вот такие вот массажные действия они лучше кладутся то есть есть продукты которые лучше все таки а использовать именно на работать именно руками чем разбавить подсохшие тинты не меняется ли качество конечно может поменяться в зависимости от того на какой разбавитель вы будете использовать о каком разбавители речь и о каком продукте речь потому что продукты стойкие бывают на различных основах то есть есть стойкие гелевые продукты которые можно разбавлять силиконом но опять же силиконы бывают разных категорий если иконы которые такие жидкие как типа диролайнов а есть которые более смольные такие ну то есть по-разному если мы не хотим чтобы у нас потерялось качество то я все-таки использую более смольные но в любом случае делайте так чтобы вам не пришлось разбавлять то есть я бывает говорю студентам подели подводку там несколько частей переложил в разные баночки и те каждый раз будет новый продукт потому что там не поступает воздух до открываешь только малую часть так смотрите я наношу на выступающие объемные части подсвечиваю не знаю как это видно как как-то видно как-то видно будем надеяться что все окей видно хорошо мне кажется здесь у должно быть видно чуть-чуть переливается не видно что пойдет в жизни это очень красиво в жизни видно окей ладно значит посвятили выступающие части дальше я буду использовать мой любимейший крем сейчас я просто его обожаю я буду использовать тон перфекционист просто крутейший тональный крем ребята вот обожаю на данный момент времени супер супер мой хороший супер спасибо вам значит почему он крутой чем он хорош во первых от слова перфекционист то есть он знаете как будто бы является второй кожи как будто бы распределяется то есть не нужны какие-то сложности там в нанесении кто-то для себя пожалуйста пальчиком вот так вот нанесли как я показала легкими отрывистыми такими движениями супер он как вторая кожа он и не прям матовый как сухарь и не прям жирный как вот сияющая кожа понимаете очень крутой и его также можно использовать зону под глазками потому что он не утяжеляет поэтому очень очень круто а еще что мне нравится потому что здесь оттенки подобраны так как не надо супер мешать перемешивать там намешивать какими-то цветами там перемешивать все супер работает а светленькая кожа единичка средний вот хотите попробовать один какой-то на пробу возьмите двоечку я более такая знаете оливковато чуть-чуть смогла вата я возьму четверку но она скажем так не то что она темная нет она вот средняя скажем такая вот знаете чуть с оливковатым по тоном очень крутой тон и сейчас я вы буду использовать накладываю на ручку смотрели вот эта четверка не видно видите какой крутейший просто оттенок просто вот медовский не знаю я так довольна этим тональным кремом я уже в своих эфирах нора всем рассказала мне же город татьяна ну все срочно попробовать реально крутой продукт я много говорю поэтому я буду пить и простите пожалуйста так немножечко я его рассветлю совсем немножечко вообще с единичкой чуть-чуть а теперь поехали кисти для зона моя любимая и это вы можете увидеть в моих постах я реально обожаю кисти make up secret и я вообще не вижу смысла искать какие-то еще 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 да всю косметику не скупишь выберите ту которая подходит конкретно вам для какой-то определенной задачи поехали смешиваем смешали кисточка которую я обожаю уже очень давно и пользуюсь это с 8 вот так нет все равно не видно тогда с как доллар 8 ребят что дело наношу и вы можете видеть да что я сейчас красная есть немножко то нормально я виду красный здесь лучше чем посмотрите как сейчас начнет нейтрализоваться без всяких различных дополнительных продуктов и это так быстро и так легко что мне кажется вообще не надо думать берите и работаем как я всегда студентам будет просто бери готовое решение которое тебе дала и работой и получай счастье не надо ничего искать все из-за тебя уже выбрала подготовила на нашего на все лицо даже захожу в область под глазами уже сказала не со всеми тональными средствами нужно заходить в области под глазами с этим можно он образует такой красивый сатин я бы сказала выживая кожа то есть 2 кожа так анатолий садович если там какие-то еще вопросы ребятки ответила ли я на те вопросики которые вы задавали опять же почему эта кисть я очень часто говорю студентам когда мне говорят ой да у меня примерно такая же есть или такая да не такая теперь смотри разбираем с тобой давно ящика больше нанесу разницу видите вы видите то есть ничего не нужно больше наносить все достаточно уже все мои покраснения потому что но у меня скажем так давление сейчас нет она плоская потому что у нее есть зажим но зажим видите не сильно прижатый что дает возможность работать кисть в двух плоскостях то есть она может работать как по плоскости своей по всей своему по своему размеру так и боку боковой поверхности здесь еще очень важно что плотной снабивки она не должна быть забита как кувалда как я говорю вы понимаете очень многие бренды вроде бы похожи вроде бы такая же да такая не такая потому что начинаем работать они начинают отковыривать оттягивать прям вообще игры понимаете у нас какое время у нас меняются продукты косметические соответственно меняются косметические фу и меняется и инструмент это знаете как телефон вы же не пользуетесь телефоном прошлых веков да то есть вы все таки обновляйте телефон так и кисточку так так часто смотрим ваши эфиры что уже мало вопросов все понятно да мои хорошие какие посоветуете пудры из люкса для области вокруг глаз ребят ну мы вроде находимся на площадке и давайте из уважения и этики уважать будем марку которая нас всех вместе собрала что знаете как я люблю make up secret вы же это прекрасно знаете что у меня очень много продуктов и я хочу показать как ими пользоваться потому что очень многие этого не знают я хочу раскрыть вам эти секреты и показать как можно достигать таких супер крутых вариантов люкс кожу вот пожалуйста вот вам люкс кожа понимаете и какие продукты потом использовали обещали сотрудник make up secret все законспектировать девочки ушки 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 вот так вот гладим 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 очень очень легко обязательно тонируем за ушной раковиной прям вот сюда здесь у нас тоже сосудики здесь у нас тоже находится участок кожи спускаем на область шеи уже остатками вторая половинка очень крутой тональный крем прям обожаю причем его можно смешивать и замешивать с различными брендами он работает прекрасно с любыми вдруг вы там захотите что-то какое-то волшебство создать еще с какими-нибудь другими продуктами прекрасно замешивается все замечательно наслаивается вы можете контролировать плоск плотность нанесения то есть вы можете создавать как более такие знаете перекрытие глобальное то есть я перекрывал настолько сильнейшие какие-то покраснения и сейчас я тоже видите красная будете сегодня использовать хайлайтер шайбе я сегодня задавала сегодня нет сегодня ну все всю продукцию make up секрет я не могу еще знаете на пять часов тут растяну я там все могу конечно но к сожалению к сожалению не смогу сегодня вам его показать он остался у меня в школе вы же понимаете что нас не выпускают все дела и не получается его показать здравствуйте скажите пожалуйста база лифтинг с какого возраста можно с любого здесь нет таких но я имею ввиду там пять лет я думаю тут вы понимаете что здесь принципе с любого что такое лифтинг это всего лишь увлажнение питания понимаете а лифтинг то есть возрастной до грубо говоря когда ноги горит подтяжка лифтинг это что бабулечку нужно иметь нет это состояние кожи это может быть даже в 20 лет у девочки состояния кожи которая требует вот такого питания увлажнения потому что шелушиться потому что ну там неправильно вела образ жизни ну там развивающие факторы поэтому эта база подходит абсолютно для любого возраста и именно гладим ребятки какие-то моя девочка давай поглажу тебе и глазки тебе поглажу и здесь поглажу у нас есть модель которая 16 лет постоянно из всех вас которые татьяна пробовала и больше всего лифтинг да я там сразу и подарила потому что она говорит боже как приятно как мне классно я беру так ну на тебе подарок горю как вам он это про хайлайтер шайбе как да все нормально почему нет вы должны четко понимать вы сейчас спрашиваете за этот продукт какой результат вы хотите получить вы хотите глоу кожу вы хотите чтобы от она прям вся переливалась именно мокрая было то есть для съемки я люблю допустим вот такой вот эффект добавлять в тональный мне нравится а потом все дорабатываю пигментами и получаю такую красивую глоу кожу при помощи уже при помощи сухих пигментов я сейчас это и покажу потому что я больше люблю вот так работать так ребяточки видите как уже все замечательно давайте здесь потручу и что пока есть вопросы опять же пожалуйста говорите спасибо за ответы по предыдущему вопросу пожалуйста здравствуйте все вновь привет привет творим красоту и разбираем нюансы знаете что вы еще не можете написать а возможно у вас были какие-то моменты вот вы что-то покупали допустим до бренда make up secret и вот не можете с ним справиться я вам подскажу возможно инструмент не тут возможно нажим не тут или там что-то еще поэтому пишите обязательно я вам отвечу и подскажу или направлю на какую-то ошибку решу вашу проблему я хочу еще немножечко даже то есть показать что для дня для какого-то такого легкого вот деликатного ношения то можно использовать посмотрите в один слой при этом у меня на моей коже есть морщинки есть кладочки ну ввиду уже возраста но мы боремся с этим и ничего ничего не видно здесь он не подчеркивает шелушение он не подчеркивает морщинки все замечательно накладываем сначала пол лица делаем пока у меня та половиночка просыхает и дублирование тогда буду делать уже через вот такую просушечку пальцами я рекомендую использовать пальцы либо это должна быть плоская более такая синтетическая по типу а вот такой вот лопаточки вот такой вот вот такими как знаете как пальчики либо еще используйте спонжик поэтому вот для меня именно эта кисть супер мега волшебной кто меня уже знает тот прекрасно понимает и потом когда я с 8 будет когда я с 8 будет она нереально крутая кисть работает как с более плотными продуктами так и с более жидкими более тонким видите как легко и наношу это очень важно на самом деле многие знаете относятся к поверхности кожи ой да чё там тон нанести бах плюх и нормально но нет но нет а все-таки очень аккуратно нужен после кисти не притаптываете то нет его не нужно вот это тот тон который я так не делаю то есть я это могу делать но исключительно в определенных случаях когда я спорту буду смачивать нормальной водой а и проходится для такой более усадки прессовки по большому счету да мой любимчик вы что же знаете это спонжик от мейкап секрет которых сейчас не очень жаль между прочим очень жаль ну что поделать да так спасибо за ответ а очень очень легко вы прям еле касаемся так дальше ребята жхи на живется как визажист не окончив курсы только самообучаясь я бы так не рекомендовала у вас очень много будет шишек ввиду того что сейчас идет перебор информации у вас в голове может быть такая каша и если вы не будете понимать то что вы выбираете то что вы покупаете вы просто потратите столько денег ненужных вы поймите знаете сколько мне пишут людей на мою страничку потом благодарят господи татьяна спасибо большое что вы есть и нам помогаете новичкам или мастерам которые никак не могут справиться там найти инструменты продукцию и так далее и мне потом спасибо дорогая поэтому все-таки базовое образование должно быть и я если хотите вот решить этот вопрос быстро у меня есть онлайн обучение курс который состоит из десяти макияжей и трехводных занятий то есть я решила что теорию слушать скучно я ее сразу на практике все рассказываю и показывает и инструменты и продукты в общем можете писать репт тени мест как лучше наносить и какими кистями как лучше в каком смысле берем и наносим какие кисти синтетика можно соболем прекрасно можно даже чуть-чуть даже на козой если я хочу делать такую тушевку да по большому счету мне кажется с ними вообще нет проблем хотите так ланчиком хотите козочка для воздушная опять же какое покрытие да нужно для более плотно берите так лон или соболь для более пушистого берите козочку если вы хотите чтобы они были стойки используйте на абсолютно обезжиренную поверхность я все-таки рекомендую тогда сцепление будет лучше либо на базу тогда не будем супер стойкими опять же вы можете место использовать если вы сделали мэйк все круто но знаете вот про просто такие пудровые тенюшечки вы допустим на неподвижную часть сделать тушевку то есть уже на готовый макияж до тушевку делать до какую-то градуировку можно использовать их до и после также можно в качестве румян можно для бровей очень крутой мест 0 4 обожаю для работы с пробками догонку вопросу по притаптыванию спонжем и на возрастной кожи надо смотреть какая возрастная кожа потому что возраст возрастная кожа имеет несколько категорий о состоянии кожи основные скажем так я быстро скажу это состояние которое идет увядание сжимается вот так вот кожа сухая очень тонкая это один тип старения есть к старения когда кожа очень плотно знаете такие плотность кожи и тогда она идет опускается как такие знаете как брыли то есть либо ссыхается кожа либо одна опускается поэтому если плотность кожи и есть какие-то проблемы то можно работать со спонжем если кожа вот такая как у меня очень сухая то я работаю с кистью без спонжа вообще спонж люблю кто со мной знаком прекрасно понимает что я работаю и кистью и спонжем в зависимости от поставленной задачи но этот тон прекрасно я могу даже поближе вам показать лежит идеально а знаете я очень долго искала же горитон тот который лег бы супер классно не видно как 2 кожа до этом находила других брендах но цвета у меня абсолютно не походили то желтые то оранжевые то какие-то сильно розовые в общем нет а я иду дальше вопросы я буду слушать и работать дальше я буду использовать а кисточку с 12 вот это факел он сообразная такая кисточка и буду использовать от make up secret видите они рабочие такие не симпатичные очень симпатичные конечно так а я буду использовать мои любимые гибриды на скультурирующие именно им я рекомендую скультурировать данный момент времени именно они являются крутейшие текстуры а этого поколения ничего другого я не использую уже знаете мой стиль а почему а почему именно они потому что они дают цвет не дают текстуру что очень важно да чем меньше вы видите на поверхности кожи текстуры тут этот жирный корректор я такой не люблю я предпочитаю именно чтобы была коррекция но не было видно текстуры поэтому гибриды это то что нужно эта смесь пудры и геля то есть гель более спаряется образуется как пудрированная поверхность что собственно позволяет вам работать с этими гибридами как до пудры так и после пудры если вам нужно будет продублировать румяна продублировать коррекцию очень крутые текстуры просто мега я буду использовать мой любимый цвет это hpc10 и наносим на скулки очень часто такая ошибка когда начинают наносить под скулу этого делать не надо наносим на скулу на скулу чтобы у вас образовалось слияние ваших теней понимаете своих естественных и уже нарисованных эфир восторг спасибо пожалуйста какое название данной палетки это я составила сама у меня отдельно продается вот такая вот палеточка make up secret очень красивую ч а hpc10 рекомендую и hpc7 если вы более теплые или любите ну такой эффект загара красивого правильного дата hpc10 если вы очень такая светлая очень очень бледненькая то hpc7 опять же на моей страничке разные регионы поэтому а я же не знаю вы из какого региона вот смотрите и уже все чудесно происходит такой лифтинг эффект что мы делаем то есть мы вы не должны создавать какие-то темные пятна вот это вот ошибка летки я думаю напишите мой как секрет они сориентировать дано сказал 2 hpc10 hpc7 hpc11 это румяна и хайлайтер вот я сейчас покажу как наносить это гибрид тоже мне единичка но троечка мне тоже очень нравится то есть единичка и троечка так вот что мы делаем то есть когда вы нанесли тональный крем вы должны а вы как бы стираете все полутени на лице да а чтобы возвратить полутень на лицо вот как раз таки нам нужен этот продукт который не дает жира там каких-то пятен темных серых ни в коем случае не берите таких серых тонов этого неправильно поэтому мы возвращаем полутень нашему лицу поэтому это бронзер то есть это скульптурирующий продукт очень многие не знают да что румяна и хайлайтер это тоже скульптурирующий продукт поэтому можно скульптурировать только при помощи румян и только при помощи облика поэтому гибриды это просто моя любовь любовная вообще очень спасибо make up secret что-что а я также я так активно так окей и вы знаете как лапкой как я говорю как кошечка лапкой наносим это так просто не надо ничего думать просто прижимаем и отпускаем прижимаем отпускаем оп вуаля все окей готово не забываем сочную лобную впадину и немножко нюансных моментов на линии челюсти все остальное доработаю сухим продуктом понимаете да то есть все отлично все заскульптурировано не за как он вид если вы не хотите кучу новых кистей то мы берем смотрите на одну сторону кисточки опять же видите как она набита правильно то есть у нее нет сильной забитости что вы не прикасаетесь кожи как будто прибьете себя такого не должно быть то есть плотность набивки должна быть чуть воздушная чтобы кисть прижимала к лицу к поверхности давал такой легкой эффект как там пования так вот а если вы хотите использовать одну кисточку то скульптурирующий продукт бронзера наносим на одну поверхность вторая сторона мне чисто я тогда буду использовать румяшки вот эти универсальные кто спрашивает какие не румяна подойдут вот эти подойдут абсолютно всем hpc 11 подойдут абсолютно всем а еще знаете в чем преимущество то что вы не сможете с ними напитнить знаете очень часто люди с очень тяжелой рукой у меня даже учеников таких много которые любят нажать так нажать так вот с ними все будет ок потому что они ложатся настолько тонко и легко то есть дают свет но не дают вот этого пятна образования так вам интересно а ну-ка давайте пообщаемся вместе а то как я профессор знаете как на занятиях труд от это давайте с вами пообщаемся окей вот живое лицо появилась сейчас мы сначала сделаем корректор консилера потом сделаем с вами хайлайтер интересно конечно окей вот обратная связь мы сделаем этот мир краша вместе с моих об секрет так поехали мы как секрет двухсторонний это уже тоже моя любовь а я сейчас буду использовать в оттенке натураль все нормально вы классно очень интересно поехали значит что я рекомендую если вы используете для себя то я рекомендую это делать сначала на ручку маленькую капелюшечку вас можно слушать бесконечно все понятно это да я такой не останавливает надо смотрите если для себя то я набираю так пальчиком часто ошибка который мне пишут ой я там нанесла а у меня тут все сложилось морщинки и все там произошло так вот вы просто плюхнули очень много поэтому если мы для себя то достаточно что сделать нанести чуть-чуть пальчиком и самое важное это наносить зону переносицы основной синячок у нас находится именно в зоне переносицы все остальное остаточки я уже буду только доводить сюда пальчиком легкие движения такие там пуще слегка прижимающие то есть вы опять же создаете эффект второй кожи они то что знаете как бы плюх много продукта прям под глаза и давай растирать продукт двигается туда-сюда с одного места в другую опять же синячок проявился продукта под глазами много все скаталось все собралось вот чтобы этого не было нужно делать именно так если для себя если для модели конечно же я использую кисточку я очень люблю кисть вот make up secret для корректора консилера это с 17 или с 18 это такие мои любимые которые обычно я говорю студентам вот такие видите у них есть плоскость серебро вы меня просто подсадили у меня даже пальчиком не получается все проваливается в морщина вокруг глаз а значит вы выкладываете продукт конректора консилера прям в морщину а нужно про смотреть где у нас концентрируются морщинки чаще всего смотрите сейчас прижму то у меня машинки окажутся в этой части глазика да и ближе к ресничному краю вот здесь никогда морщин нет никогда зоне переносится так вот даже если у вас допустим возрастной лицо и зона под глазами примут вся без тонуса ну конечно я бы порекомендовала сначала подкачать еще эту зону это работает а во вторых скажем так в эту зону практически ничего не накладывать тогда берете именно кисточку с 17 потому что у нее повыше ворс и она более такая мягкая или еще можно использовать кисть с 15 и такой кругляшок и что вы делаете пачкаете корректор консилер это не значит плюх плюх в эту пятнышка консилера потом туда переносить нет это значит чуть оттянули распределили поверхности кисточки растушевали еще по всей поверхности и только тогда делайте легкую вуаль по нижнему части глаза а в зону переносится обязательно выкладывайте корректор консилер что еще важно чтобы цвет не был светлым частая ошибка начинают светлить под глазах 3 мать такие любимчики это натуральный айвори алабастер это вот прям моя любовь любовная окей думаю все уже у меня супер замечательно теперь мы поехали с вами дальше так теперь мы делаем с вами хайлайтер я буду использовать вот такой это hpc единичка набираю пальчиком пальчиком и делаю вот такие там пущие движения посмотрите насколько сразу про иступают у меня актив цвета как красиво задает такой лоск смотрите знак видно на камере ну сейчас напишут мне вроде видно пишите пожалуйста видно не видно именно вот такими там пущими движениями слегка как такими знаете пунктирчиком чуть-чуть отрывая ручку мы используем хайлайтер что даже я могу себе позволить с ним слегка пройтись даже в зону синечко остатки то что мне на пальчики слегка задаю такое светоотражение спасибо за разъяснение посмотрите как он вливается прямо в кожу и все отлично я конечно делаю пальчиком вот мне нравится пальчиком и на всех мастер-классах я это делаю пальчиком мне очень так нравится именно как ложится этот продукт именно так либо опять же говорю синтетика либо спонжик но синтетическая кисточка лопатка аккуратненько работает потому что все таки если нажим не проконтролировать то может сдвинуть все это дело кашу перемешать и ничего не будет красиво так следующий моментик мы используем пудры слегка слегка буду фиксировать по сути по сути да я буду сейчас фиксировать только центральную часть лица это совсем чуть-чуть если кожа у вас более комби или склонная к такой вот выделение сальной железы зато тогда активнее прессуете пудру если же кожа сухая слегка-слегка вуалю я прохожу это в некоторых зонах потому что по большому счету тон нетребуительного запудривания на сухом лице остальное всю часть периферийную я буду просушивать через же бронзу румяна и так далее поэтому не обязательно буду наносить на все лицо так что я буду использовать я буду использовать кисточку с 13 этого транспорта да значит смотрите кисть с 13 это такое факелообразная кисть которая называет такой шалтай болтай на мне есть а такое свое название у кистей такого плана и что я делаю слегка слегка прохожусь прорабатываю зону центральной части лица обязательно взяли пудру распределили то есть не просто макнули и макнули на лицо а прям нужно хорошо хорошо все это дело проработать чтобы у вас пудра лежала равномерно на всей поверхности и слегка проходить проходимся и даем такую сразу шлифовку то есть полировываем продукт если эта кожа сухая кисть из 13 с 13 с как доллар вообще крутейшая кисточку которая очень люблю и как для хайлайтера сухого так и для румян просто обожаю все это кисть обязательно вас хэв это просто даже не обговаривается очень люблю пудрить также зону под глазками этой кисточкой просто она коротяк но все вот такая чуть-чуть на сухой кожи если жирная нормально можно запудривать все будет хорошо погнали дальше сейчас вам покажу супер красивую чую кисть тогда посмотрите какая-то прелесть без руки было даже ну и ладно так кисть в один эта кисть не знаю по моему кисть который решает все ваши проблемы с лицом даже в принципе можно и пудрить ней понимаете отличная кисть для бронзера можно даже смотреть очень аккуратный хайлайтер носить и румяшечки что еще собственно и буду вам показывать поэтому такая просто красивая кисть вот просто супер мне понравилось я буду сейчас использовать продукт от make up secret в оттенке 06 это бейкин паудр запеченная пудра вот таком вот оттенки набираем внедряю в кисточку обязательно и что мы делаем гладим себя по большому счету если вы не хотите какого-то сильного там эффекта скульптурирования вы можете обойтись в принципе только гибридами запудрите их и все но я покажу что еще можно использовать вот такой вот продукт гладим очень очень легко очень мягкая козочка здесь смотрите как красиво и здесь цветок вы знаете более оливковый что не даст вам какую-то рыжину очень-очень легко красиво очень чуть-чуть на вылет из-под линии челюсти слегка я люблю такое загорелый эффект очень красиво по носику оттенок более универсальный да да я думаю что он универсальный подойдет для всех аккуратненько набираем внедряем в кисточку вырабатываем прям его и гладим очень-очень аккуратно вот этой кистью в 1 и нам сразу раз обрисует все все нужные участки девочки кто пропустили какие-то продукты будет список опубликован и эфир будет сохранен можете потом пересмотреть чтобы мы не повторяли 50 человеком одной из под линии челюсти слегка мы идем вниз и за ушную раковину заводим чтобы у нас правильное расположение было полутеней и даже я немножечко люблю вот зону ключицы все это дело хорошо проработать если вы хотите с усилением пожалуйста вы можете дублировать прижимать кисточку поверхности у вас будет супер классно ну как видно я думаю что супер немножко по носику дальше можно даже смотрите эта кисть прекрасно работает в зоне неподвижной части прямо по косточке такими более горизонтальными движениями прям в височек на что височек здесь тоже мы так прорабатываем отлично 0 6 если вы хотите усилить допустим хайлайтер то можно использовать вот такой вот новый тоже продукт бренде make up secret bs10 а еще такой нюансик если вы пока ну допустим но не можете заказать или пока нет возможности но у вас есть пигмент make up secret из love story almond cake это супер крутой цвет для скульптурирования прекрасно ложится это пигмент который не имеет блесток какого-то свечения такой сатиновый он очень круто распределяется по коже он прям вливается в кожу нибудь никаких не пятен все будет супер я рекомендую мы сейчас все таки используем до хайлайтер и я буду использовать эту же кисточку покажу что можно ей работать а можно было бы работать факелом 13 посмотрите тоже как красиво получается такой красивый красивый glow эффект чуть-чуть если вам так надо если хотите то мы можем утрировать но я наношу по чуть-чуть почему потому что я хочу вам показать еще один крутой продукт который у меня must have моей школе это просто как мне студенты говорят стопудовый цвет стопудовый цвет просто горит так будем выражаться как нам так понять не да мы смеемся на занятиях да я попозже вам покажу мои все стопудовые цвета которые нужно иметь в вашем арсенале хоть вы для себя хоть вы работаете профессионально в этой работе просто это цвета которые заменяют очень много различных дорогих продуктов но вы получаете такой же эффект и так совсем чуть-чуть продукт именно bs10 подходит практически для большинства за исключением очень 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 загорелых прям темно 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 кожа поэтому в принципе он такой сказал бы универсальный поехали дальше если мы хотим ой мне кажется хочется больше румян то я могу прямо на пудру посмотрите добавлять румяшки гибрид например вот так хочу понимаете да что все ложится и поверх а еще цвет который я просто обожаю рекомендую в качестве румян про пудру спрашивали простите пропустил этот оттенок более универсальный которая пудра скульптурирующая она более универсальная то если вы говорите за скульптурирующую пудру за вот такую бронзовую видите какой оливковый красивый цвет если вы говорите за пудру вот эту то все правильно да отлично так я продолжаю что в качестве румян вы можете даже смотреть на моих всех айджи тиви на моих мастер-классах я очень люблю фламинго это уже мне кажется же все знают кто если здесь из моих подписчиков присутствует они знают фламинго это просто моя любовь внедряем в кисть и наносим это такой красивый оттенок это просто завораживает почему потому что он вроде бы и теплый с другой стороны он такой холодный просто безумнейший красивый такой глянец а еще что он настолько мелкодисперсный а это очень важно для кожи очень важно что вы получаете оттенок красивый такого glow до перелива такого хамелеонова господи хочу так быстро сказать вам перелив голограммы и он не подчеркивает рельефность умаете чем плотнее продукта тем он будет больше подчеркивает рельеф этот нет я не знаю как это вам видно видно вот так я часто уже прохожу в конце дошлифовывая именно этим цветом очень очень много своих моделей просто без него у меня жизни нет и опять же да возвращаемся если мы говорим о хайлайтере который также можно допустим применять одиночно просто сразу это пигмент welcome to the sun красоте это это просто огнище не знаю сам это обязательный у меня пигмент и если вы хотите сразу такого оттенка имеется на коже вы можете в принципе приступить к выкладыванию этого цвета сразу то есть не надо там 1 5 10 сразу но если вы допустим хотите его использовать в качестве шлифовки доработки кожи посмотрите какой это оттенок и он прекрасно сливается с фламинго саны фламинго это два таких классных оттенка которые могут быть как хайлайтер как румяна и здесь на глазках и на щечках и даже на губы очень часто если увидите у меня такие как губы как ракушка моих моделей у меня собственно я тоже так люблю делать даже для себя вот так о боже мой как же это красиво не знаю как вам видно в жизни но как вам видно через телефон в жизни это просто бомба так ну и как всегда обычно всегда фух слава богу кожа закончилась поехали глаза так ну что я немножечко сейчас проработаю брови ой я забыла ёршик ну ладно мы сделаем значит вот так да то мы получается не все взяли а то что нам отправили не приехала ну будем будем вот так делать у нас есть волшебные пальцы так поехали я беру карандаш уб 06 на самом деле вот так кажется что он очень-очень темный да не надо мне только вообще сейчас все сделаю 06 кажется что он такой темный прям вообще чернючий но если вы будете работать то есть деликатно прорабатывая посмотрите баллосиночки то он может и не быть таким темным то есть не обязательно работать с бровками полностью карандашом заполнять брови заполнять только определенные пробелы классный цвет для вот таких вот построения именно волосков у кого более такая темная основа но при этом смотрите не переплотните по цвету так я пока работаю с бровками а вы пишите вопросы чтобы у нас с вами была какая активная деятельность не знаю видно или бликует видно еще один мастхед покажу я не люблю темные брови я не люблю плотные брови и я не приемлю когда делают бровь с подчеркиванием сверху и снизу для меня это просто вообще нет это не модно это не актуально и это некрасиво да это будет идти самостоятельно бровь впереди позади своего хозяина поэтому я люблю чтобы форма была но не было обрисовки попробуйте так а теперь что мы делаем если вдруг так получилось что вы приехали клиенту к примеру почему такой способ актуален не знаю да собака съела нужный карандаш дети тащили поломали такое просто был у меня вариант в жизни в практике что делать вы должны знать как нам обыграть ситуацию значит мы берем с вами кисточку но у меня сейчас кистей для бровей нет я возьму make up secret g8 вот такая вот кисть с острым ребром я возьму тени у меня такая рабочая видите палеточка я возьму оттенок 100 ди 100 1 вот make up secret и и проработаю так же слегка волосками и прицепляю и делаю бровку мягче будете проработывать скульптуром брови чем скульптур зачем нет я не вижу в этом необходимости может вы мне объясните может быть что-то и не так поняла зачем скульптуром проходить по бровкам вот посмотрите какой эффект красивый мы создали то есть все можно обыграть любую ситуацию и у вас красивая бровь мне очень нравится еще мыло для бровей от make up secret она к сожалению осталось у меня в моей школе к сожалению не могу я приехать туда потому что у нас все там закрыто не пускают я как-то не очень хочу на полицию дорываться так ребята ну вот мне кажется вам видно потому что мне тут лампы светят все бликуют и я немножечко не прям четко вижу но мне кажется все очень даже красиво смотрела эфир ульяны и она показывала эту я не вижу в этом необходимости ребята у меня свои фишки и я не вижу в этом такой необходимости если есть продукты которые могут дать результат гораздо проще ну а это же вам решать мы собственно здесь все зачем собрались чтобы показать вам различные нюансы я работаю вот такими нюансы вам показывает как можно обыграть различные моменты вы можете сделать бровки мест 0 4 офигительный вообще продукт для бровей для прорисовки а это могут быть карандаш и usb мне нравится двоечка единичка вообще нравится потом это вот такие карандаш и для бровей пожалуйста мыло для бровей можно даже просто обычные тени которые есть в как основные марки make up секрет вы также можете прорабатывать и и работать а также есть в make up секрет тени двушки которые я обожаю вот смотрите сколько нюансов можно то есть я не вижу в этом кто просит прочитать вопрос я после сохранить ли эфир или нет ваших вопросов не вижу может его проглотил инстаграм да так бывает пожалуйста если посох до эфиру сохрани мы писали вам окей вторая бровь вроде как ровно бывает такое знаете у меня даже сейчас я вот не понимаю почему ко мне приходят знаете сообщение человек пишет а сообщения нет он не пишет ответьте пожалуйста уже 10 написал гориток у меня нет ни одного понимаете что происходит это почему такое так а еще кстати я вам хочу сказать и такая была смешная ситуация когда я искала очень долго и всех спрашивала подскажите классную точилку которая будет точить супер классно гладко не обрывать в нем и пластик и дерево татьяна мы как секрет классная точилка или правда я теперь говорю это это просто нереально классно точилками на вот в этой версии и обожаю здесь есть для более маленьких карандашей для больших а также она прекрасно точит пластик это просто для меня вот знаете открытие потому что также есть дай пластиковые карандаши которые нужно точить и это точилка мега бомба попробуйте так ну что там по вопросу это как знаете игра вот посмотрите я работаю очень темным карандашом а при этом все замечательное что за точилка make up secret это же это вообще просто обалденнейшая точилка вот такая аж сто двадцать рублей да я ее обожаю и вот так волосочками проставляем бровки получается форма но она не плотная а уже сто первым оттенком тени вы делаете более такую воздушную проработку вроде бы как ровно то что мне так сильно не видно вот поехали кисть можете использовать в принципе любую вот с таким более жестким ребром у меня g8 вообще это кисточка g8 также хорошо подходит если вам нужно зачищать более четкие какие-то краевые линии стрелка это если нужно прорабатывать у нас осталось 25 секунд давайте мы за ним и опять выйдем